Марго Ворихова Председательница Белорусского национального Молодежного совета Рада Она вынужденно покинула страну из-за репрессии Мне кажется, я никогда не боялась Так сильно, как тогда Это был момент осознания Того, как сильно Мне все-таки страшно Как сильно я прикрывалась Какими-то громкими словами Насчет того, что я не боюсь того, что меня сдержат Что меня там посадят в СИЗО Или за мою активность Сейчас в Раду входят 32 негосударственные организации Которые так или иначе Занимаются молодежью и защитой прав человека Как в Беларуси, так и за ее пределами В будущем Беларусь сможет построить что-то новое Да, возможно Когда Лукашенко уйдет, будет пепелище Но на нем, может быть, выстроить что-то Более глубокое Более функциональное Меня зовут Полина Бродик И это подкаст Пашпорт Беларусы вне Беларуси Данное интервью мы записывали до начала Широкомасштабной войны России против Украины Когда российские войска В том числе из территории Беларуси Зашли в Украину Мы приостановили выпуск эпизодов Но в итоге приняли решение Все же опубликовать те интервью Которые уже были записаны до войны И на которые мы уже потратили Свои усилия и ресурсы донора Хотя бы потому, что в наших беседах Кроются ответы на вопросы О кровавом режиме Лукашенко Который в этой войне Поддерживает и кровавый режим Путина Эта война продлится, Володя Ну максимум 3-4 дня Там некому будет против нас воевать Те, которые показываются Автоматами их показывают Деревянными, как они тренируются Так мы сейчас выйдем с тобой В соседний зал и снимем На мобильный телефон, на тренировку Тем более, что подавляющее большинство героев И героинь нашего подкаста Волонтерят, донатят и воюют На стороне Украины А Фри Беларусь Центр Эвакуировал уже более 2000 людей Была ситуация, когда я была на митинге На план Шипермен Как раз в тот момент, когда было задержание Возле монумента Возле мемориала Мы были с подругой Стратического факультета И мы пришли просто возложить цветы В итоге, если помните, было вот это Клицевание всех, кто был там И мы были там Прямо в первом ряду Напротив нас стоял Представитель КГБ Нас окружили со всех сторон Люди Со счетами, с формой И для меня это был такой момент Осознания того, что вот сейчас меня задержит Что сейчас произойдет То, чего я так сильно долго боялась Я отписала всем своим знакомым Маме, семье Что меня сейчас задерживают Что я вот сейчас Иду в Тазак Что все, вот, как бы, да Это момент настал И Эта история закончилась хорошо Я каким-то образом С подругой Мы просто вышли Не сопротивляясь С силовикам Просто по коридору Из ОМОНовцев Просто шли к автозакам Нас подталкивали с дубинками Нас вели к автозакам Но нас никто не брал под руки И никто не задал слов в автозаке Мы подошли к ним К нам подошел Какое-то главное их подразделение И сказал Очень грубым голосом Чего вы здесь стоите Мы не сориентировались Сказали, что просто Нас никуда не отвели И он отправил нас по коридору Из-за тазаков Там была такая большая-большая колонна Из-за тазаков Нас отправили вдоль них идти Мы пошли Нас никто не встретил Нас никто не словил Не повел в автозаке Никто не выложил нам Какой-то коридор из щитов И не сказала Дам, иди сюда И мы свернули направо Там был такой магазинчик Встроенный в здание Нам было очень Скажем так Нервозно Очень так стрессово Мы решили покурить И мы стояли Курили К нам подошла какая-то дама Сказала Вот, меня тоже задерживают Я не знаю, куда идти Она взяла нас под руку Повела Внутрь двора Там тоже стояло Цепление со щитами Они стояли так в сцепке Не пускали никого Мы сказали Вот, мы идем На сдержание Пустите нас, пожалуйста Нас пустили Мы сказали Живей Беларусь Нас все еще пропустили Мы пошли Во двор здания Там тоже Во всех сторонах Было цепление Мы просто прошли Мы подошли К другой стороне С выхода из дара Там тоже была колонна Мы все еще сказали Нас задерживают Мы вышли Просто вышли И дама нас отвела В какой-то офис Рядом Мы сиделись там Около пары часов Впускали всех людей Которые тоже смогли уйти В тот момент Ощущение того Что себя Только-только задерживают И ты можешь выйти А потом читаешь новости Про всех тех Кто сидел в подвалах Целую ночь Мне кажется Я никогда Не боялась Так сильно Как тогда Это был момент Осознания того Как сильно Мне все-таки страшно Как сильно Я прикрывалась Какими-то громкими словами Насчет того Что я не боюсь Того, что меня задерживают Что меня там Посадят в СИЗО Или за мою активность Как героически Я звучала раньше И как Ущемленно И боязливо Я почувствовала себя В тот момент Для меня это был момент Ощущение того Как сильно И как глубоко Я боюсь Но все-таки Продолжаю что-то делать И как после этого Сколько ты еще прожила В Беларуси Около года Да, около года Как проходил этот год Это было очень смешное Ощущение того Что мне страшно И того, что я не должна бояться Того, что я не могу Позволить себе бояться Почему не можешь? Есть Просто огромное количество людей Которым Нужен человек Который не будет бояться Который сможет Показывать, что Силовики это не страшно Что задержание это не страшно Что тюрьма это не страшно И для меня это было такой Дилемой Беларусы Условной Когда я боюсь дома Но когда я выхожу на улицу Я очень героически Себя показываю Я иду подносить цветы Я иду с плакатами Я иду Ярко одетой С ярким макияжем Привлекаю к себе внимание И показываю, что мне не страшно Мне все равно, что вы думаете Во мне Я должна бороться За то, что я верю Я должна быть тем На кого можно равняться Это как ощущение Почти материнской заботы О белорусах Почти материнской заботы Об НГОшниках Что нужно показывать Что на примере Рады Мы можем планировать Судительность Мы можем Мы можем делать что-то Мы можем развиваться Мы можем Быть активными даже сейчас И для меня это было Таким Внутренним ощущением борьбы Постоянным страхом Выглядывать в окно И постоянным Желанием Выходить на улицу Каждый день С плакатами Даже несмотря на то Что меня могут задержать И эта постоянная борьба Очень сильно выматывает На самом деле Мы встретились С Маргаритой Вориховой В Тбилиси Здесь она работает Проектной менеджеркой В маркетинговом агентстве А также занимается Организацией ивентов Для представителей И представительниц Организаций гражданского общества До Грузии были Вильнюс, Киев и Берлин Когда Ко всем моим знакомым Организаторкам Учредителям организации Начали приходить домой Когда пришли в корпус Когда пришли В организации Вроде Экологические Какие-то направленности Для меня это было Чем-то сверхъестественным Я понимала, что Вот сейчас тот момент Когда ко мне придут Вот сейчас Я выйду из квартиры Меня затяжат Я просто Это было даже не то Что мое осознание А больше как Огромное количество новостей И огромное количество сообщений Уехала ли я Где я сейчас нахожусь Все время в порядке И просто Ощущение того, что Мои друзья беспокоятся за меня Моя семья беспокоится за меня Моя организация Беспокоится за меня Именно вот это Стало точком К тому, чтобы уехать Были ли у тебя Какие-то ритуалы Мера предосторожности Которую ты соблюдала Вот в течение Последнего года В чем твоя жизнь Изменилась кардинально В период жизни Беларуси Это были постоянные Тестирования Обысков друзьями Когда Люди просто приходят домой И смотрят на твои предметы Там, не знаю, на книги На какие-то флаги Которые у тебя есть Там, не знаю, наклейки Которые у тебя остались Открытки Просто проверяли все Например, какое-то Соответствие режиму Скажем так У меня очень долгое время Белорусский флаг Но который БЧБ Нет, не БЧБ Красно-зеленый Мы сняли его С магазина И долго хранили На полке Как такое Отчасти шутливо Но отчасти спасительно Не знаю Будто бы Ощущение того Что у меня есть флаг Не знаю С каким-то предусом С каким-то все в порядке Но это было больше Как, наверное Шутка Мы в итоге все равно унесли Напоминание о том Что Я живу в стране Где Нужно хранить Что-то такое Чтобы тебя не повязали Ритуал, наверное, был Каждое утро Смотреть в окно Каждое утро грядываться Не знаю Выходить в магазин И бояться Подъезжающих машин Я до сих пор Боих маршруток До сих пор Боих автобусов С темными стеклами Или просто Странных автобусов Странных грузовиков Или странных автомобилей Без номеров Для меня это все еще Такой Очень большой Такой внутренний триггер Я очень долго Свекалась Признанием того Что милиция Это хорошо Что это люди Которые могут Помочь А не люди Которые тебя Скорее всего Задержат Для меня это было Очень большим периодом Адаптации В Литве В том числе Когда я просто Не знала куда идти И спрашивала У милиции Полиции Куда мне идти Как мне исправляться Жизнью Я только Через какое-то время Поняла Что это люди Которые помогают тебе Они которые Отбирают у тебя жизнь И для меня это Было таким Внутренним периодом Перешаги меня Через себя Через свои какие-то Быстренные перегородки Стены Чувствуешь ли ты себя В безопасности Сейчас Да Я бы сказала Что да Я свободно Иду в магазины Я свободно Иду на мероприятия Я свободно Организовываю мероприятия Свободно Я не чищу Свои соцсети Это что-то новое Для меня Абсолютно Я не выхожу Из переписок Когда бережу Границу Я не боюсь Допросов Я не боюсь Того что меня могут Задержать Просто когда Иду по улице Да Я чувствую В безопасности А не было ли После отъезда После ликвидации Ощущения беспомощности И того что Непонятно Что сейчас делать В обозримом будущем Непонятно Как дальше развиваться И если Да Оно было И исчезло То каким образом Ты нашла в себе силы Двигаться дальше Оно было Оно определенно было Было ощущение того Что я переехала В другую страну И я не знаю Кто я теперь Кто я В Литве Или в Грузии Или в Украине Что мне здесь делать Я белорусская Я ассоциирую себя С Белоруссией Но я не знаю Как меня воспринимают Другие люди В других странах Кто я для них Кто я в других сообществах Значу ли я что-то Значат ли Люди в других стран Для меня что-то Хочу ли я осуществлять Осознавать с ними Свою связанность Для меня Стало таким периодом Осознание Своей принадлежности К людям Других стран Не только Как я был Руссом К людям Когда я начала Организовать что-то В других странах Или осознавать Что есть организации Которые что-то Делают в других странах Это группы Экспатов Россиян Украинцев Других странах В Грузии в том числе Для меня стало Таким Открывающим моментом Когда мы организовали Сессию в Украине Европейского Международного парламента И просто осознавать Что украинцы Там Не знаю Поляки Грузины Готовы помогать Беларусам Готовы Делать что-то для нас И мы готовы Делать что-то для них Чтобы развивать их Сообщество И чтобы они развивали наше Это такое ощущение Взаимосвязи Людей во всем мире Ощущение Отсутствия преград Которые были в Беларуси Когда ты не можешь Выехать за границы Беларуси И организовать что-нибудь Вне Беларуси Ощущение Большего наличия Свободы Большего Раскрепощения Что ли Больше 30 людей Беларусские университеты По данным Министерства образования В 2021 году Не добрали 6 тысяч студентов Свободными Остались Даже 500 Бюджетных мест Я спрашиваю Марго В какие страны В основном Переезжают Беларусские студенты После 20-го года Это была Украина Россия Польша Литва Латвия Меньше И какие-то Более Такие минимальные Страны С английским языком Великобритания Новая Зеландия Даже была Была Австралия Точно США И Германия А какие-то Специальности В основном Это Инъяс Международные отношения Медицинские специальности Айтишники Ну и наверное Вот это основные Да И где Если есть такая информация Сейчас наибольшее Скопление белорусских Студентов и студенток Наверное Больше всего В Украине Все-таки Такая большая Группа людей Все-таки Там Средоточена Потом идет Польша Потом Литва Евросоюз И вообще Западные страны Предоставляли Довольно Много Образовательных Возможностей И стипендиальных Возможностей Для белорусов И особенно Польша А в Украине На самом деле Вот Free Belarus Центр тоже Пытался развить Эту тему И на данный момент В Киево-Могилянской Академии Действуют стипендии Для белорусских Студентов Но больше Ничего и нет Почему тогда Киев стал Точкой притяжения? Туда проще попасть Очень большая Точка входа Для того, чтобы Белорусам Переехать в другие страны Это именно язык Потому что Если открываются места В других университетах То там Требования Английский язык Или язык Допустим Польский Или чешский Как это было в Праге Университеты Представляют места Они представляют Возможность Сучения языка И это Очень большой порог Входа для белорусов И поэтому Украина Такой очень Приятный И очень легкий Способ Переехать в другую страну И начать изучать Другой язык И другую Культуру Гораздо В простом Гораздо более В простом варианте Чем Если бы это было В другой стране Но тогда выходит Что если большая часть Белорусских студентов Собрались именно там Они не продолжают Своё образование Они продолжают Продолжают Просто в киевских университетах В университетах Украины А как тебе кажется Насколько События 20-го года В принципе Переломили Хребет студенчеству Белорусскому Насколько это повлияло В общем На Ну понятно Что в принципе Система образования В Белоруссии Никогда не была образцовой По сравнению С западными странами Но поменялось ли Что-то кардинальным образом Мне кажется Да Даже в сознании Студентов В целом Раньше это было Как для меня Тоже как для студентки В прошлом Я переезжала Из маленького города В Минск Как такой Как на площадку Получения образования А из какого города? Я из Полоцка И для меня Минск Был такой Как стартовый Стартовый площадок Стартовой платформы Для получения образования Но после всех событий До этого года Я поняла Что мир Очень огромен И он Все еще приемлем Для того Чтобы приступать В него Как в университеты Как получение образования И в целом У студентов В целом Изменилось понимание Того Что учиться можно Не только в Беларуси Но другие университеты Также приемлемы Для получения образования Есть огромное количество Стран Которые готовы Принимать Беларуси студентов И это очень классно Потому что Это как Получить возможность Участвовать В Еразмусе Только в более Долгой В респективе Скажем так Но это позитивные моменты А вот Из негативных Из негативных Да Ломается конечно Понимание того Что Так сложно Оплачивать образование Так сложно жить В другой стране Так сложно жить в Европе Очень тяжело Уезжать из своей страны Очень тяжело Адаптироваться К другим условиям К другому языку К другим народностям К другому восприятию культуры К другому Образу жизни В целом И это Для некоторых Может стать Таким переломным моментом Который нужно будет Пришагнуть Который нужно будет Пересилить Это тяжело Но это дает Позитивный рост Это возможность Адаптации Для всех Кто идет в Беларуси Для развития Для такого Очень яркого И быстрого развития Но для этого Нужна очень большая Внутренняя сила И не у всех она есть Я знаю Что во многих Образовательных учреждениях Сейчас появилась Новая позиция На которую назначают Скорее всего Представителей КГБ Которые Являются Решающим голосом Для отбора Новых сотрудников В преподавательский состав Как вообще Поменялось Обучение В белорусских вузах Ощутили ли студенты Какие-то изменения Студенты Больше ощущают Сопротивление Стороны Администрации Это правда Даже наш новый Министр образования Это представитель КГБ Очень часто Случается Все еще до сих пор Случаи Когда студентов Сокращают Или не дают Сдавать экзамены Или Стали плохие оценки Из-за того Что они Практически активны Это все еще происходит Все происходит Очень активно И из-за этого У студентов В целом Обостренное чувство Справедливости Что хорошо Но плохо Влияет на то Что они могут Продолжать Обучение в Беларуси То есть Им приходится Уезжать все равно С моей точки зрения Это позитивное изменение Это позитивное изменение В плане того Что у студентов Больше давления На давление На то Чтобы разрешать Свои границы На то Чтобы обучаться В других университетах Изучать другие языки Изучать новые программы Становиться лучше Эта ситуация Дает не только Негативное сопротивление Но и позитивное Позитивное давление Если можно так назвать А есть какая-то Статистика По количеству Отчисленных студентов По политическим причинам Она есть Да Их около 500 В этом году За прошлый год Около 361 студента Были отчисленные И сколько из них выехали Я думаю Большую часть из них Да Живет Беларусь Живет Беларусь Живет Беларусь Беларусский Национальный Молодежный совет Рада Существует С 1992 года Вот что о нем Рассказывает полиси-секретарь Змитер Герылович Рада Это такая сетковая структура Якая лучшить молодежи-организации Розных-розных накерунков Тобок Есть и политические крыла Есть экологи Есть ЛГБТК-организации Представлены Розные регионы И в этом смысле Это лепше Что есть в Беларуси И по таким же принципу Снуют национальные молодежные советы Во всех краинах Европы Когда Маргарита Ворихова Стала председательницей Рады Ей было всего 19 лет Спрашиваю Каково это Занимать такую должность В стульюном возрасте Страшно Очень ново И очень весело И очень страшно Опять же Просто я пришла в Раду Когда Вот мне было 19 И как раз началась Это было в 2020 году Когда только начиналось Все движение с протестами И для меня это был Очень такой стрессовый момент Вступление в Раду Когда все только начиналось Развиваться в Беларуси Когда люди просто адаптировались К среде НГО адаптировалось Очень сильно И для меня Вступление в Раду Было таким Очень бустовым состоянием Когда я узнала Очень много нового Я узнала очень много Про международные структуры Про партнеров Про организации Беларуси В том числе Для меня это было Как нырнуть с головой Во что-то очень кипящее Бурлящее И очень активное Я не совсем была К этому готова Если честно признаться Мне было Дискомфортно Дискомфортно В том плане Что Я очень много Всего изучала В это время Мне пришлось Прочитать огромное Документации Огромное количество Каких-то программ Пройти Просто чтобы быть На одной стезе С нашим секретарятом С нашим Всем советом В том числе Для меня это было Таким большим Большой точкой роста Но я очень рада Что я пришла в Раду Я очень рада Что это произошло со мной Что это стало Частью моей жизни Нет Я имею в виду Частью моей жизни И сейчас для меня Рада Это как Такое большое И очень теплое семейство Семейство организаций Которые поддерживают друга Которые рады Поддержать друг друга И рада Очень рада Поддерживать всех Летом 2021 года Белорусские власти Ликвидировали Раду Для нас Это такая Типичная ситуация Скажем так Для нас Привычно Быть подавляемыми Для нас Привычно Быть непризнабаемыми Для нас Привычно Что есть БРСМ Который Считает себя Легитимным Представителем молодежи Но таким таковыми не является, и для нас привычно быть представителем молодёжи, даже если государство нас не признаёт. Для нас привычно существовать в условиях, когда организации нас признают, но государство говорит, что мы не лихие представители молодёжи. Для нас привычно не получать ориентирование, для нас привычно быть волонтёрами всегда, для нас привычно давать ресурсы организациям, даже если они не могут это афишировать. Для нас всегда было нормой 26-го года быть кем-то, кто помогает НГО в тени и не говорит о себе так громко. Мы всегда были таким теневым советником, теневым поддерживающим актором, кто мог всегда помочь, всегда помочь с ресурсами, всегда помочь с помещениями, с людьми, но не говорил об этом так ярко и явно, чтобы нас не замечали. И для нас ситуация не меняется, по сути. Мы всегда оставались и остаемся таким же поддерживающим факторами НГО и все еще продолжаем как-то пытаться поддерживать НГО из более теневого пространства. И все считаем, что наша работа очень важна. А какие у вас сейчас есть активности? У нас больше сейчас достаточно в онлайне, потому что сотрудничать с активистами в Беларуси очень небезопасно и предоставлять возможности оффлайн какие-то организации, ивентов очень небезопасны для них. Мы стараемся вводить в онлайн пространство, стараемся делать ресурсные поддержки для НГОшников, для активистов. Пытаемся организовывать ивенты на разные тематики по лидерству, по политическим каким-то направленностям, по развитию навыков, по развитию навыков правозащитных. Это сейчас очень актуально стало в последнее время. Пытаемся предоставлять возможность стажировок в других странах, вывозить белорусов из Беларуси, давать им возможности развития образования, которых сейчас нет в Беларуси, к сожалению. У вас есть какая-то программа поддержки студентов, которые выезжают. В чем она заключается? Она заключается в помощи, с поиском университетов, с поиском ресурсов, с поиском места проживания, финансовых каких-то ресурсов. Но это очень такая скрытая, небезопасная и очень закрытая, для закрытого сообщества. Для НГОшников большинство. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Данные мероприятия не функционируют. Интересуется ли белорусская молодежь политикой? Да, и очень сильно. И это очень классно. Очень заметен вайп, даже не вайп, а как развитие интереса в целом у молодежи к политике. Они стали более осознанно подходить к тому, что такое политика, кто такие спикеры парламента, кто такой парламент вообще, что такое парламент Беларуси, зачем он нужен. И даже больше стали интересоваться политикой в других странах, перенимать какие-то моменты с точки зрения того, как это может работать. Как может работать демократия, как может работать в целом, не знаю, система лоббирования, как может работать государство без коррупции, как может работать государство без диктаторства, как может работать государство в целом. И это очень классно. В особенности люди, которые приезжают, допустим, в Германию и принимают образ мышления в рамках политики. То есть там нет такого разделения политики и общества, как это есть в Беларуси. В Беларуси не было интереса к политике в целом до того, как произошло 2020. И было больше, как там есть президент, он решает всё. Не было понимания того, что такое политика и экономика в целом. Не было отождествления себя с выборами, с электронной системой, выбором кого угодно в любые структуры государства. Не было осознания того, что государство — это больше, чем один человек. А сейчас студенты осознают, что мы часть политики, мы часть принятия решений, и мы хотим быть частью принятия решений. Мы хотим, чтобы нас слушали и слышали. Мы хотим развивать эту систему изнутри или извне, как получится. Набираться знаний, строить что-то своё, что-то более правильное, более функциональное. Ты бы хотела заниматься политикой в Новой Беларуси? Да, я бы хотела. И я планирую подаваться на программу по изучению политических структур. И для меня в целом осознание того, что в будущем Беларусь сможет построить что-то новое. Да, возможно, когда Лукашенко уйдёт, будет пепелище, но на нём можно будет выстроить что-то более глубокое, более функциональное, опять же. Мы сможем построить что-то, чему мы научились за эти годы правления Лукашенко, чему мы учились в тене, чему мы учились в неформальном образовании. То, что мы узнали, мы применим на практике, когда Лукашенко уйдёт. А твои родители, они интересовались политикой? Рассказывали ли они что-нибудь о 90-х? Я точно не понимаю, что бы рассказывали, но я точно помню, что когда мне было 6 лет, я спорила с бабушкой, она довольно такого пожилого возраста, человек с советского прошлого, из маленького города, который поддерживает Лукашенко. И я в свои 6 лет говорила о том, что я не понимаю, зачем Лукашенко, не понимаю, зачем функционирует эта система, не понимаю, почему Беларусь такая, какая она есть. Я не знаю, откуда у меня взялось это знание, но оно всегда было. Возможно, оно как-то идёт со всего настроения общества в целом Беларуси. Доверяет ли белорусская молодёжь политикам старой волны? Нет, совсем. Почему? Даже все, кто приходит сейчас, это люди, которые являются частью системы. Скорее всего, у них есть какое-то прошлое, которое позволило им стать частью этой системы и стать её функциональной частью, стать занятую позицию, которую они занимают. Ну, а если говорить про оппозиционных политиков? А, оппозиционные, окей. Тогда, наверное, в большей степени возможно, да, но больше как... Ну, когда мы выбирали Тихановскую, мы выбирали её как приемника для передачи власти. Мы не выбирали её как политика. У многих сейчас просто есть ощущение того, что это всё ещё переходный момент, это всё ещё момент, когда мы не можем определиться с тем, как нам двигаться дальше и кто будет нашим лидером. Для нас это больше как момент, скажем так, перестройки своих ценностей, перестройки своего видения политики в целом. И поэтому формировать какое-то доверие к политическим секторам сейчас очень сложно. Оно есть в определённой степени, в определённой степени точно больше, чем Клашенко. Но нам всё ещё сложно понимать, что такой хороший политик. Нам всё ещё сложно выбирать. Нам сложно понимать, что такое государство без единый власть средоточного этому человеку. Нам сложно выбирать команду. Нам сложно выбирать направление, а не человека. У нас всё ещё фокусировка на том, что человек говорит, какие у него ценности, что он пропагандирует. Мы не выбираем, не знаю, направление его деятельности. Мы не выбираем его программу президентскую. Мы выбираем человека. Каким должен быть президент или президентка новой Беларуси? Отражающим ценности белорусов, понимающим белорусов, демократичным. Точно не диктатором. Точно не Лукашенко. Это должен быть человек, который понимает, что Беларусь должна меняться. Что белорусы изменились. Что белорусы готовы меняться. И что они готовы к переменам, а не к стабильности. Что они готовы претерпевать какие-то изменения. И готовы переносить процесс изменений. Что они готовы к реформам. Что они хотят реформ. Что они не готовы к тому, чтобы дальше быть теми, Кем они являются. Белорусы изменились в корне. В своём сознании. Они понимают, что та система, которая есть сейчас, Она не функционирует. Что нужно изменять всё. То есть всё государство в целом. Перестраивать его заново. Перестраивать его во всех его маленьких аспектах. Нужно менять всех людей во всех структурах. Менять их видение. Менять их подход к делу. И белорусы к этому готовы. А президент должен быть готовым к тому, Что белорусы уже подготовились к тому, Чтобы изменять что-то. Президент должен быть, или президентка, Должен быть человеком, который будет двигать реформы С белорусами. Включая их в процесс принятия решений. Будет слушать их. И будет включать их мнение в своё. Назови три главные ценности белорусов. Ой, сложно. Демократичность. Ненасилие. И, наверное, с моей точки зрения, Всё-таки процесс принятия решений. Слышать все голоса. И что для тебя Беларусь в трёх словах? Уф. Так. Это люди. Это спокойствие, но спокойствие разграниченное. Спокойствие, которое передаётся в упорядоченности. Беларусь — это про силу. Про внутреннюю силу людей. Про невероятную готовность людей бороться с чем-то. Очень глубоким, большим и, казалось бы, необъемлемым. Они готовы, Беларусь готова к тому, чтобы быть стойкой, сильной и независимой. Вы слушали подкаст «Пашпорт. Беларусы вне Беларуси». И это был последний выпуск сезона. Мы говорили с председательницей Белорусского молодёжного совета РАДА Марго Вориховой. С вами была Полина Бродик. Спасибо, что делитесь ссылками на наш подкаст в соцсетях. Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента. РАДА Марго Ворихова